Всем привет! У меня сегодня необычные блины. Славик попросил блины, пшеничной муки дома не оказалось. Сделала смесь пшеничной, цельнозерновой и из твердых сортов пшеницы. Вот такое вот тесто получилось. Вот такое, достаточно темное. Похоже, как будто бы добавили ржаную муку. Но действительно, это все пшеничная мука. И в итоге, сами блинчики по цвету получаются тоже такие темные. Сейчас покажу. Из такой муки получаются вот такие блинчики. Видите, они пупырчатые и достаточно такие коричневые. Когда тесто постояло, оно стало более густое. А разводила как на обычные блины. То есть, у меня блинчики на воде. Просто мука, не пшеничная, а цельнозерновая и из твердых сортов пшеницы. По вкусу они, конечно, чуть отличаются. Они более такие твердые, но вкусные. Поэтому, если нет выбора, можно поэкспериментировать. Думаю, вам тоже понравится. Давай. Давай, я думаю, что у тебя один. Давай, пробуй. Сворачивай. Горячо. Нормально. Сгущенка вон. На. Ну, не горячо уже. Держи. Давай. Да знаю. Я же держу. Поближе. Твои любимые блинчики? А это что значит? Дизлайк и лайк. Дизлайк и лайк? Вот так, вот так. Почему? Потому что. Не похоже на твои блинчики? Угу. Тут мука другая чуть-чуть. Ну, не было пшеничной муки обычной. Мама сделала вот такие блинчики. Но они же тоже вкусные? Нет. Нет? Я верю, но и нет. Ну, ты ведь продолжаешь их есть. Ну, попал мне вот так. Чуть-чуть вкусные, да? Даже чуть-чуть не вкусно? Даже чуть-чуть не вкусно? Угу. Понятно. Жду такой, играю в Counter-Strike. И мне такой подгон, представляете, приносит. Красотка. Лучшая жена. Я его жду-жду на кухне. А? Он не идет. Что не идет? Я тебя жду-жду, зову-зову. Я, видишь, это Counter-Strike. Красота, ребят. Представляете? Любовь моя. А пробуем блинчики? Они сегодня другие. Ну, давай попробуем. Давай. Берем блинчик. Ребят, сегодня только не пускаем. Вот. Ну, они какие-то сегодня пожестче, мне кажется, нет? Они потолще. Ага. Нет? Сейчас, подожди. Вкусняшка. Вкусняшка. Все, ребят, пока. Сейчас ехал уже без рук. Когда-то еще недавно за всем боялся. Вот так вот. Вот нас уже здесь у гипера закатывают уже это. Балло то, что еще один гипер рядом, ребят, с нашим домом строится. То есть два гипермаркета будут прямо рядом с домом. Я видел, но смотри, не упади. Я не упал, а дожай. Ну, давай, езжай. Вот так вот деловой катается. Видите, че? Уже даже отталкивается без руки. Там аккуратно! Там будет аккуратно! Зашли мы в кафешечку. Ну, в этот приехали. Как он называется? Балмол. Привет, ребят, да. Балмол. Зашли в кафешечку здесь, при Балмоле. Сейчас заценим, что за еда. Ну, вот так все это дело выглядит. Взяли себе. Кушать сейчас там убираем. Ну, такой же инструмент, если будут какие-то сухарики даже у них есть. Эфирчики. Прикольно. И вывезло попально есть. Любовь моя. А, тут у них меню есть. Маришка взяла, получается, овощи на противне. Я буду яйцо тоже с овощами. Ну, и посмотрим, что еще. Что-нибудь вкусненькое. Что хочешь? Так аппетитненько все выглядит. Все вкусненько вроде как. Уже проголдовалась, да? Когда выбираешь, она проголдовалась. Так, вышло у нас, значит, получается на 865 рублей. Но это как пипец, как дорого, ребят. С учетом-то порции, вот такие, то есть вот моя рука. Да, вот порция, да, получается? Такая маленькая. Из мяса, кстати. А, и картошечка, получается, ну, типа, да. Марине показалось, что она вообще вчерашняя. Да, но меня уверили, что она сегодняшняя. Просто, типа, сорта картошки такой. А ты сама пробовала? Просто мне интересно, попробуй. Что ты скажешь? Ты в картошке разбираешься? Ну, она не кислая, сурай. Не кислая? Будем надеяться. Так, вот два кусочка получается вот такой пиццы. А пиццу потом будешь? Это я добавку взял, потому что порции маленькие. Получается, вот такие. Я взял еще добавочку себе. И вот это все получается, ну, два чая. Вот еще вот салатик у меня такой маленький небольшой. И два чая, два пакетика у нас лежит. Салатик ты же тоже брала какой-то, нет? А, тут запеканочку. Вот такая вышла сумма, 885. Ну, здесь, с учетом на то, что они монополисты, наверное, оценки такие, да, в большинстве? Да, здесь другого нет. Потому что на эту сумму мы бы в этом том же, как он называется, шашлыков, да, поели бы нормально. Можно было. Ну, ладно. Слава, кушаем? Я сейчас планшет выключаю. Кушаем. Потому что ты не кушаешь. Я знаю, что тебе ничего не нравится. Надо кушать. Реакция к старику не зашла, да. Сейчас мне надо заснять реакцию мамы. Потом я засниму реакцию с уйом. Просто интересно. Ожидалось это, как бы. Стоит это денег? Ну, как? У меня свинина с соусом. И как? Не считай, что у нас мягкая, прямо нежная, но лыющаяся. Я не знаю, кто эта часть. А картофель? Кокошка вкусная. Понял. Ну, запеканку мы оставим на потом. По твоему лицу все будет понятно, да? Сейчас попробуем салат. Я не знаю, правда, с чем он. Я люблю свеклу. Да, ну, свекла, понятно. Я люблю свеклу, начито с чесночком. У Марина бывает орешки добавляет орешки. Не понимаю в этих салатах. Ну, грецкие вот кто-то добавляет. Я вообще не понимаю. Я попробую. Чеснок есть, соли вообще нету. Поэтому чуть-чуть посолим. Чуть-чуть. Совершенно чуть-чуть. Помешаем. Ну, чеснок есть. И орешков нету. Это уже как бы радует. Потому что, ну, Марина добавляет орехи, но я их не люблю. Грецкие. Я не знаю, и кревеса добавляют, или калорийно-стей. Вкусно. Ну, так получается. Майонез. Майонез. Ну, и свекла, свекла такая достаточно крупная, потертая. То есть, как у лутоси, покажать так. То есть, не мелкая свекла. Потертая. Вкусно. В целом вкусно, но мало. Я так скажу. Честно, мало. Все присутствует. Обыдается. Хочешься, как для гномов. Я знаю, что наша семья любит покушать. Вкусно. Давай. Вкусно. Вообще, люблю свекольный салат. Обожаю. Морковный салат обожаю. Овощные-то есть, капустные любишь. Капустные люблю. То есть, единственное, что... Тут мухи питают. Единственное, что... Боюсь морковку брать в магазинскую. Марина сделала так, как надо было. Единственное... Опять, это же магазинская, да? Но я боюсь брать в магазинскую еду. Почему? Потому что я от морковки один раз отравился. Недолго отомаривался. Но факт... Факт там. То, что я от морковки в магазинской отравился. Непонятно, для чего там это была морковка. То есть, либо в ней было слишком много семей. Либо мышка такая, ты ее покушал. А потом эту морковку помол, думаю, я и покушал. Картошка какой-то рыбой дадет. Чем? Рыбой. Я приступил, ребят. Картошки с овощами. Картошки с овощами тяжело назвать. Потому что овощей очень мало. И они как бы кашей. Сейчас я поближе покажу. Какая более крупная. Ну, получается, видите, как бы... Какая как бы... Кашеобразная, а? Кто там? Тор больше, крупная. Ломтиками картошка, морковка помельче. А здесь помельче. А здесь вот кабачок у тебя. Он поэтому такой мягкий стал. Это кабачок. А, это кабачок. Теперь буду понимать. Ребята, будем надеяться, что я дома не обозлюсь. Потому что напалась кислая картошка кисленькая там еще. Не знаю. Ну, как раз в это вот. Овощи. Марина говорит, я, говорит, голодная. Поэтому я их не понимаю. Я спела. Сейчас я попробую яйцо. Скажу, что там поеду. Ну, яйца так выглядят в аппетиннике. Я так понимаю, их каких-то этих полбочек пожарено. Торбочек. Полбочек, да. Ну, яйца пожарено, как бы пожарено, или, так сказать, утром. А сейчас уже бегаю. Ну, что? Хорошо. Хорошо. Ну, уже подсохли. Красота, что сильно. А, кажется, не такой гурман. У меня разница на гости. Я взял бойца и не стал брать мясо. Потому что бойца это слишком, не так много. Ну, надо за собой немножко следить. Поэтому я стараюсь. Муха все норовит, что мне в рот взлетит. Вот этот кусочек, только чуть-чуть, как бы, это, ну, чтобы не отравиться. Кислое, да? Ну, есть, как будто бы. Сама картошка, как будто бы, старая. Короче, Марина попробовала. Салатик, как будто бы, старая. После вкуса, да? Так, не обойдусь. Ну, ребят. Специально я не буду 100-6 есть, чтобы посмотреть, как организм отреагирует на данную еду. Видишь, блин, как Настя. Ну, ее при нас разрезали. Пицца. Пицца понравилась, да? Антония, там кусти много. Смотрите, ребята, что она оставила на потом. Я уже наелась. Ты запеканку возьмешь домой? Не знаю, я с собой возьму. Ну, ты посиди немножко, может, зайдет. Как это так? Запеканка вообще осталась последняя. Эта запеканка, это вообще даже не верится, что она осталась... Да-да-да. Вот, ребят. Остались, получается, такие косточки после кабачка. Это говорит о том, что кабачок был крупный. То есть, не молодой. Уже такой как бы. Ты почему не ешь-то свою любимую запеканку? Я ведь так-так реакцию ждал твою. Ну, Славка уже практически порой приготовил все, да? Прикончил, так сказать. Ну, да, почти доеду. Сок допил практически. Давай. Ля-ля. Слава, ля-ля? А что ты там моську только укортишь? Почему сам-то не ешь? Что тебя их надо заставлять так ужить? Да-да-а. Пицца, ребят, очень острая. Один, где-то такая-то как травка добавлена. Ну, не знаю, мне понравилась. Пицца, она такая сочная. Теста мало. Тоненькая. И начинки много. Острая. У них, кстати, на кассе там летают кожанки, где я тут буду. Но не одна она. Десять много летает. Будем надеяться, что я там. Надо пытаться съесть байпиццу. Ну, короче, это. Ну, второй раз я сюда никогда не буду зайти. Тут, скорее всего, такая ситуация. По-моему, еще одна помягче. По-моему, ценится мне там. Ну, как начинается? Пальцы? Да. Я видел. Хаки-то. Но это от меня лично. Второй бы раз, если я сюда не пошел. Во-вторых, санкт-пирной обработкой у нас никак не производится. Такое раз муки летают. У них даже нет вот этих мусли. Хотя у них рядом. Вот там покажи. Метро, как оно называется? Баумау. Т.е. мы там покупали от мужа. У них какие-то ленты. С учетом того, что кухни не открываются. А там далеко до коридоров. Где люди выходят. Но они через верх не летают. Вверху тоже нету. То есть муки-то местные. Т.е. они выросли здесь. Поэтому вывод такой. За эту сумму 885 рублей 565. Вот такая вот еда. Картошка старая. Слив. Немножко картошка муня. Плюс муки. Что-то как-то опасно. Не знаю куда. Наша эта организация, которая уходит, вот эти делают. Не смотрят, да? Куда они смотрят. Слово. У них как называется буфет? Обед. Мы когда пришли, здесь стол на столе стоял поднос. Я девушке обратился, говорю, девушка поднос надо убрать. И она сказала, у них есть персонал сзади. Сядьте за другой столик. А? Сядьте за другой столик. Да, сядьте за другой столик. Сейчас как бы, когда мы начали снимать, персонал появился. Вот видите, как бы убирают, таскают. Видимо, это так. Ну, как бы, не охота при деле получать. Потому что видишь, что снимаем. Вот о чем я говорил, что здесь они монополисты, получается. Люди идут. Деваться людям все равно некуда. Потому что кто работает здесь, кто посетители. Ну, вот приходят, да? То есть, получается, здесь монополизм. Вот такой вот. Ну, из-за этого монополизма такие вот условия. Получается. Ну, внутри антицентрия. Ну, и очень дорого. Нам еще рассказали, что многие повара, как бы, делают это. Короче, продукты старые замораживают. Вплоть до того, что даже хлеб замораживают. А потом добавляют их в супы дачу и в различные там пиццы. И все это расходится. То есть, продукт может полгода лежать в морозилке. Потом доставать и... Ну, нет. Нам рассказали просто, как делать столовых. Просто у нас знакомые столовые свои держат очень много. Ох, вот так, ребят, все это выглядит. Второй раз я сюда точно не пойду. Я пожалею свой желудок и желудок своих любимых. Да, ребенок? Река овчарка, да, сидит? Слава говорит, засними, засними. И собачка? Да. Тебе собачка понравилась? Ага. Вчарка. Пока не прошло это послевкусие, Маришка там сзади где-то бегает со Славкой. Хотел записать, именно сказать, что у меня сейчас вот такое послевкусие говняное. Как будто бы, знаете, ребят, ну, блин, говна поел. Я не знаю, как это. Я говно, конечно, не в разу не ел, но вкус вообще такой отвратительный. Вообще просто мне писать словами послевкусие. Вот Марина пиццы мало поела, она говорит, ей не зашло. А я ее доел. И второй раз такую пиццу я точно есть не стал. И вот из всех кафешек, которые мы ходили, вот в Боумоле кафешка, это, хотя сам магазин хороший Боумол, нам нравится. А кафешка это самая тратная, наверное, из кафешек, которых вообще мы убывали. Только такое, ребят, впечатление сложилось. Я хуже кафешек не видел. Настолько говняно. Так что вот, я просто хотел записать, сказать свои ощущения, пока я его не забыл. То есть какое сейчас я ощущение хожу. У меня очень большая тяжесть в животе. И вообще это просто как будто я горел во рту. Мухи побывали. Слава, помощник? Мама, поможешь нам? Да. Поможешь нам? Поможешь? Да. Ну что, сейчас вернулись из магазина? Ага. Ездили в хозяйственный в Боумол. И зашли в продуктовый. Продуктовый Саша купил. Ходил без нас. Купил на 426 рублей. Взял арбузик. Говорит, хрустит. Пока сезон арбузов. Берем виноград взял. И помидорки. А, и яблочек вот таких. Молдавских. Вот что мы еще купили в Боумоле. Давай откроем коробочки. Покажем. В ванной разделали ремонт. Решили поменять. Так. Вот с этой стороны, чтобы не уронить. Вот здесь. Открывай, покажи. Решили поменять уже и мыльницу, и под зубные щетки. Да? И под жидкое мыло. Так. Давай аккуратненько. Ага. Сейчас покажем, что мы купили. Все в одном стиле. Да? Вот. Открывай. И аккуратненько доставай. Что там? Вот. Что там? Это новая кружка. Это не кружка. Это подстаканник под зубные щетки. Вот такой вот. Красивый. Решили взять без разделителя. Сейчас у нас 4 зубные щетки. А разделитель там на 4 штучки был. Такой же вариант. Но так как появится лялька, надо будет зубную пятую щетку куда-то ставить. И решили взять уже такой. Дальше под мыльницу взяли. Точно такой же фирмы. Аккуратненько доставай. Давай. Покажем. Вот такая. Да. Одну взяли под мыло. И точно такую же у меня там губка, которую я протираю раковину, ванну. И чтобы она не отсыревала, там у нас специальный приступочек в ванной есть. Точно такую же под обычную губку взяли. Вот. 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 Значит, из этой же серии мы взяли дозатор для жидкого мыла. Тоже такой же серенький под ванну. Получилось. Взяли комплект постельного белья. Да. Он был по акции. Полторы тысячи. Это евро. Белье. Поплин. Вот. Пока была акция. Взяли. Вот такая расцветочка. Достаточно приятная. Цвет такой серенький. Дальше Славик выбрал себе там мыльные пузыри. Я взяла себе крем для рук. Бархатные ручки. Это все мы брали в баумоле. Саша взял малярный клей. Ой, скотч малярный. И какую-то пластиковую штуку для чего-то. Не знаю для чего. Еще мы взяли корзину для белья. У нас была тоже такой же формы, чуть поменьше. Ну, там сломалась вот эта крышечка, оторвалась. Поэтому мы взяли новую. Ну, вот и все по чекам у нас вышло, значит. Это продуктовый чек. 426 рублей. 1839 рублей. Плюс 2195. Это два чека из баумола. Ну, вот. На сегодня все наши покупочки. Вот так это все выглядит в ванной. ПОЧЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»